Еще в начале этого месяца Центробанк России отозвал лицензию Казанского Анкурбанка. В связи с этим кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Обязательство по выплате денег обманутым вкладчиком взял на себя Росгострахбанк. Причиной отзыва лицензии стало размещение денежных средств в низкокачественные активы и отсутствие на случай рисков резервов. В конечном итоге банк задолжал своим клиентам более 5 миллиардов рублей. Виктор Иванович хорошо запомнил тот день, когда ему позвонили из банка и сообщили о том, что кредитная организация прекращает свое существование. Эта новость была как гром среди ясного неба, вспоминает вкладчик. Мы привезли добровольно эти свои средства, как пенсионные собирают, вложили в банк. Регулярно получали мы проценты, довольны, очень обходительно с нами обходились. И вдруг, непонятно, через 3 года, наверное, как это все было, объявляют, Виктор Иванович, явитесь сюда, неприятные вещи. У меня этого компьютера нету. Я пришел к ним, они мне объяснили, что вот такая ситуация. Ну, у меня, конечно, были растерянности. К счастью для обманутых вкладчиков, отзыв банковской лицензии является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом. Все вкладчики Анкорбанка получат страховое возмещение в офисах Росгострахбанка. Эта кредитная организация на основе конкурса стала уполномоченным агентом по выплате компенсаций обманутым вкладчикам. В Чувашии действует 7 отделений Росгострахбанка, где осуществляется выдача средств пострадавшим. На территории Чувашской республики таких вкладчиков, которым положена компенсация, это 1024 человека. И общий объем компенсаций порядка 420 миллионов рублей. С 17 числа официально появилась возможность получать компенсации вкладчикам на территории Чувашской республики. И за три дня работы операционного офиса было выплачено уже порядка 150 миллионов рублей. Думаю, что в течение этой недели, ну может быть максимум следующей недели, все вклады, все компенсации вкладчикам будут выплачены. Единственная проблема, с которой столкнулись бывшие клиенты Анкора – немалые очереди на выдачу компенсаций. Ситуация вполне объяснима. Вкладчиков сотни, отделений выдачи единицы. Работники банка подчеркивают, выплаты возмещения по вкладам будут продолжены вплоть до марта следующего года. Так что вполне можно обойтись без ажиотажа. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.